Разработчики Мина Протокол утверждают, есть два приоритетных направления использования ZK Apps. Масштабируемость. С помощью ZK Pay разработчики могут создавать децентрализованные приложения с очень малым весом, которые будут открываться даже на самых простых мобильных устройствах. Это крайне важно, если рассматривать их в контексте Web3. Конфиденциальность. Технологию можно использовать для защиты данных, которые пользователь не хотел бы передавать третьим лицам. Помимо обычных пользователей, ощутить это преимущество смогут разработчики DeFi-приложений и создатели DAO. Далее перейдем к опросу отношения к криптосообществу ZK Apps. Разработчики сообщили, он проводился в течение трех недель, и в нем приняли участие 1978 человек. Чтобы оценить разнообразие людей, которые попали в выборку, им задали три вопроса. Первый. Как вы идентифицируете себя в контексте криптосообщества? 67% отнесли себя к криптотрейдерам, 11% – к разработчикам. Остальные пользователи назвали себя участниками криптосообщества. Второй. Сколько вам лет? 86% участников опроса – это совершеннолетние в возрасте от 19 до 45 лет. Третий. Знакомы ли вы с технологией ZKP? 75,8% опрошенных слышали о технологии, остальные – незнакомые с аббревиатурой. Среди разработчиков, знакомых с технологией – больше 80%. У пользователей спросили, какой отрасли ZKP принесет больше всего пользы. Они могли выбрать один и более вариантов ответа. Мнения разделились следующим образом. Веб-3 и метавселенным – 42,2%, криптовалютам – 91%, финансовой индустрии – 46%, обеспечению безопасности – 37%. Им также задали вопрос, какое из преимуществ – масштабируемость или конфиденциальность – пользователи считают более важным. Голоса разделились так – конфиденциальность – 37%, масштабируемость – 18,2%, оба – 46% и другое – 5,1%. У участников крипто-сообщества также спросили, являются ли для них более привлекательными криптовалюты, разработчики которых используют технологии ZKP. 91% респондентов заявили, что они кажутся более перспективными и надежными. Интересно, что в отчете Миссари высказано мнение – в ближайшем будущем криптовалют с нулевым разглашением будет подавляющее большинство. У пользователей также спросили, повлияет ли на их желание использовать приложение то, что разработчик использует ZKP-технологии. Мнения разделились следующим образом. За очень вероятно проголосовало 52,1% респондентов, вероятно – 29,5%, нейтрально – 14,8%, маловероятно – 1,1% и очень маловероятно – 2,5%. Респондентам предложили оценить, насколько важной технология будет для метавселенных и Web3. 77% опрошенных заявили, что ее важность по 10-бальной шкале составляет 8 баллов и выше. Более подробно об ответах можно узнать из диаграммы на скриншоте. Пользователям задали вопрос, какая отрасль получит больше всего преимуществ, если в нее будут включены доказательства с нулевым разглашением. Голоса разделились следующим образом. Таким образом, пользователи считают, что технология может найти применение в самых разных сферах, но приоритетное направление ее использует. Это финансы. В частности, создание криптовалют с высокой степенью масштабируемости и конфиденциальности. У пользователей также спросили, какой тип данных они хотят защитить в первую очередь. Более половины, а точнее 54,5% опрошенных заявили, что данные финансовой сферы. Также почти половина респондентов отметила, что хотела бы максимальной конфиденциальности. Еще один важный вопрос звучал следующим образом. Насколько вы беспокоитесь о том, кто имеет доступ к вашим данным? Больше всего пользователей беспокоят правительство и сторонние компании. Доверия к криптовалютным кошелькам, банкам и соцсетям больше, но примерно треть опрошенных назвала их как причины для беспокойства. Этот опрос показал, что участники криптосообщества всерьез рассматривают технологии ZKP как способ добиться большей конфиденциальности и масштабируемости. Не только обычные пользователи, но и разработчики интересуются решениями с нулевым разглашением. Такая статистика позволяет с уверенностью заявить, ZKP – одна из технологий, без которых в скором времени нельзя будет представить блокчейн.